Что вы умеете, чему хотите научиться? Знаю аккордики. Ой-ой-ой, гитара настроена, нет? Нет, не настроена. Сейчас, одну секундочку. Сам крутит колышки? Да. Бой какой-нибудь знаете или только перебором играли? Бой. Ну, как-то так. Пока не устануешь. Я знаю одну такую мелодию. Imagine Dragons группа. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо большое, что серьезно отнеслись к просьбе под прошлым роликом поставить как можно больше количества лайков. И, как видите, это помогло. Ролик действительно набирает больше просмотров, чем остальные видео. Под этим роликом также не скупитесь на лайки. Как и под роликами канала Sonya Цветомузыка, где девушка исполняет песни и аккомпанирует сама себе. В его руке рука, я оказалась на благах, но я... Sonya делает необычные лирические каверы на известные хиты. Вы просто послушайте качество звучания и вокал. Самая обычная backstory, то насы... Она ведет блог, который будет интересен для людей, связанных с музыкой. Берет интервью у интересных личностей в мире музыки и не только. Sonya доступна на всех популярных платформах. У нее очень чувственный и нежный голос. Sonya открытый, искренний и настоящий человек, что является редкостью для современных исполнителей. Красивая картинка, высокое качество записи. В конце концов, она очень красивая девушка и талантливая исполнительница. Что еще нужно для того, чтобы вы сейчас перешли по ссылке в описании и подписались на ее канал? Сделайте это, чтобы не пропустить новые хиты в ее прекрасном исполнении. Вы обычно играете. Можете сейчас что-нибудь в природе не перерывать, что-нибудь сыграть? Сделайте это, чтобы не пропустить новые хиты в мире музыки и не пропустить новые хиты в мире музыки. Здорово. То есть, я знаю, вот, я правильно понимаю, вы по фингерстайлу, да? Да, да, больше всего. А, вообще, да. Не, ну, в основном, конечно, приходишь по хору играть, но... А, не, ну, мне вот интересные минуты... Ну, да. Мне самому очень хочется. Я понимаю, я вот понимаю, что это такое, как это там использовать можно. То есть, вот, стандартно могу делать. Вот такие лёгенькие обычные мелодии. Я, в принципе, играю, играю нормально. Ну, собственно говоря, я не знаю даже, чему вас, на самом деле, учить, если вы уже осваиваете фингерстайл. А чему хотите научиться? Да всему чему угодно. Классическая мелодия, там, джазовая, блюз, может быть, что-то популярное. Вообще, всё, что хорошо звучит. Я могу вот это вот пока что. Классическая мелодия, там, джазовая, блюз, 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 блюз. Классическая мелодия, там, джазовая, блюз, блюз. Здорово. А можете что-нибудь спеть? Музыка. 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 Блин, очень-очень круто. Спасибо. Поразили меня прямо вот сюда очень... У меня нет слов, чтобы описать это. Это реально очень круто. А где вы учились, занимались? Сами или в ютубе? Ютуб. Просто в ютубе. А можете ещё что-нибудь спеть? Вот король и шут, кстати говоря. Вы говорили? Музыка. 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 Вы очень круто играете. У вас очень хороший уровень. И вы очень классно ставите и аккорды, и борре, и фланжелеты, и скольжение. То есть, в принципе, всё, чему нужно научиться играть на гитаре, если не ходить в каких-то там мега крутых профессиональных агрессиях играть или что-то такое. призванный шоу, все умеете играть. В целом, где вы учились вообще? По Ютубу. По Ютубу. По каким каналам? Go Finger Style, Алекс Мерси, Артем Мироненко или Мироненко, я так не знаю как. Вот. В принципе, все. И все остальное нахожу табалатуру, сам играю. То есть, вот недавно нашел табалатуру. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, это стандартная такая, она, в принципе, обычненькая. Здесь обычные аккорды и вот эта вот штука. Все. То есть, она обычная такая, несложная. Ну, я бы не сказал, что это несложная, на самом деле. Все-таки. Да? Это неплохо, довольно-таки, да. Да? Ну, стараюсь. Я стараюсь. Ну, я вижу, потому что прогрессия, я не ожидал такого вот так играть. На самом деле, очень хорошо. За восемь месяцев научились? Как-то самостоятельно научились. Да, самостоятельно, YouTube и все. Ага, ага. Здорово. Вы хотели сыграть классические произведения? Могу вам предложить романс. Гомос очень красивый. Он такой простенький, его буквально за несколько минут можно выучить. Так, попадаст, можно снять. Мы начинаем с седьмого лада. Первая струна. У нас идет движение на три четверти. То есть, у нас всегда будет раз-два-три, 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 раз-два-три. Ага. Он такой простенький, приятно, хорошо звучащий. Да, 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 вот такое классическое произведение. Я вижу, что очень много навыков, что вы, в принципе, очень много умеете. То есть, тут как бы я не могу сейчас пойти по самым основам или каким-то простым-простым техникам. То есть, было бы неплохо все-таки понимать, какая-то конечная цель обучения какая. Конечная цель обучения – играть классные композиции. Драйвовые. Или же, наоборот, что-то такое аккуратное. Ну, вы это играете сейчас? Да. Ну, что-то, не конкретно этой мелодии, что-то новое, что-то тяжелое, может быть. Ну, вот я только что сейчас сел. Вы как раз смотрели Максима Ярушкина, да? Круто, ну, прикольно. Как эта штука называется? Это искусственный флажер. А, вот, искусственный флажер. Вот это большим пальцем он их играл. Можно играть вот так. Без имен. Да-да-да-да-да. А, я знаю, у меня... У меня даже одна композиция есть на этот счет. А, я знаю, у меня. Я знаю, у меня есть. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Очень, очень круто! Просто я говорю, я вижу, что у вас очень высокий уровень. Это вообще очень высокий уровень на самом деле. То есть вы говорили про тэппинг, и вижу, что вы тоже там играли в этом произведении. А, это тэппинг называется? Называется тэппинг, да. Ну, вот это тоже тэппинг, да? Да, это тоже тэппинг. Ну, я понял, понял, понял. Вот просто я готов, конечно, обучать и всё, но брать деньги просто так я бы не хотел. То есть нужно всё-таки, чтобы я знал, какую пользу я смогу принести его. Я понял, я понял, я понял.